Друзья, всем привет! В предыдущем ролике мы просили DeepSeek написать нам какую-то торговую стратегию без каких-либо конкретных данных. То есть мы просто просили торговую стратегию и не указывали какие-то параметры или какие-то конкретные пожелания, что мы хотим. Сегодня мы протестируем нейросеть DeepSeek немножечко по-другому. Мы ему дадим конкретно описание стратегии нашей на русском языке и посмотрим, как он ее перепишет в Pinescript. После мы возьмем нашу торговую стратегию, наш код на Pinescript, закинем его в TradingView и протестируем на наших торговых парах, типа биткоина, эфира и возможно парочки альткоинов. Наш запрос будет выглядеть примерно так. Попросим стратегию, основанную на RSI и Yama, где у нас RSI будет по 4-часовому таймфрейму, Yama по дневному. Укажем депозит, в который мы входим, стартовый и в том числе на какое количество монет будем заходить в позиции. Также укажем StopLoss, когда закрываем позицию. Также включим глубокое обучение. И забыл указать, чтобы код был написан на Pinescript. Делаем запрос и давайте подождем, посмотрим, что DeepSeek выдаст. Так, DeepSeek проанализировал весь наш запрос и начал писать код. Так, код у нас есть. Сейчас мы его протестируем, посмотрим. Кстати, интересный момент вот здесь, где у нас написано ticker ID. Я делал подобный запрос в ChatGPT и он писал немножко неверный параметр. Он писал просто ticker и нам нужно было добавлять ID. А DeepSeek уже об этом знает. То есть, просто если писать ticker, то по-моему это просто более устаревшая версия. Итак, небольшой гайд, да, если вы не знали, то на TradingView можно взять вот эту панель. Здесь у нас есть редактор Pines. Здесь мы можем указать весь наш код, вставить его. Здесь также можем сохранить нашу торговую стратегию. И нажимаем обновить на графике. И в лучшем случае у нас не напишутся никакие ошибки. Если напишется, то в принципе у нас будет написано, в чем есть ошибка. Сейчас у нас вроде бы все нанеслось хорошо, ошибок нет. И по паре эфира видим, что у нас стратегия в плюсе. Стартовый депозит у нас был 1000 долларов. На максимуме у нас было 1300. То есть, плюс 30% прибыли на максимуме. И под текущее значение у нас, ну, пишет 8,5%. Что в принципе неплохо. Ну, была у нас просадка. Можем посмотреть, кстати, вот. И попробую проанализировать, почему эта просадка была. Также давайте откроем анализ сделок. Писок сделок откроем. И посмотрим, что у нас здесь было по прибыли, убыткам. Видим, что у нас четко было закрытие. То есть, если мы достигали убытка в минус 5%, то позиция закрывалась. Также были закрытия меньше. Если совпадали условия для шортовой позиции, мы не переворачивали позицию, а просто закрывали ее. Давайте попробуем указать стоп-лосс не 5%, а 3. И посмотреть, что изменится. Здесь поменяем просто параметр стоп-лосса. Обновить на графике. Напоминаю, прибыль у нас была 8,5%. И стало, так, обзор, 24%. На максимуме у нас было 30% прибыли. Здесь стало 40% прибыли на максимуме. Текущие. Ну да, получается, да, 24% прибыли. Что довольно неплохо. Опять же, были просадки. Но так быстро проанализировать я не могу. И сказать, в чем здесь была ошибка. Точнее, не ошибка, а почему здесь наша торговая стратегия в минус торговала. Возможно, связано с трендом падающим. Но, я думаю, здесь у нас были падения. Кстати, у нас всего 16 сделок. Что, в принципе, не особо много. Если учитывать, что если мы торговали на 4-часовом таймфрейме, то, в принципе, пойдет. Давайте также попробуем добавить take profit. И закрытие позиций не по индикаторам, а конкретно по take profit. Вообще, такой процесс подбора параметров и оптимизации стратегии делается на том же бэктрейдере в питоне. Но сегодня попробуем так. Так, возможно, потом на питоне тоже это сделаем. Делаю запрос. Прошу просто сделать take profit. И указал просто из головы 15%. Давайте попробуем. То есть, если по текущим параметрам у нас Stop Loss 3%, а take 15%. Протестируем, посмотрим, как это будет выглядеть. И отталкиваясь от этого, уже там будем дальше менять. Вот, готов. Давайте его вставим. Здесь у нас небольшая ошибочка. Мы не можем так переносить. Нам нужно писать все в одну строку. В данном случае. Это на пайнскрипте. Добавили на график. И вот видим теперь статистику. Если мы закрываемся только по take profit, то наш депозит просто падает. Давайте попробуем уменьшить take profit. Например, до 10. Также мы в минусе. 5%. То есть, а, Stop Loss давайте сделаем 3. И take 5. Также все равно показывает минус. Думаю, значит, не лучшая идея была делать закрытие только по Stop Loss. Поэтому мы можем вернуть просто наш предыдущий код. Наш предыдущий код есть. Мы снова в прибыли. И можно дальше пытаться как-то это оптимизировать. Также можем смотреть на других таймфреймах. Например, здесь у нас 4-х часовик. Давайте укажем часовик. Если мы сочетаем часовик и дневной таймфрейм для тренда, то все равно мы оказываемся в минусе. Хоть на пике у нас там 10% было, но все равно мы торгуем в минус. И довольно рискованно ходят наши стратегии. Давайте попробуем тогда поменять здесь на 4-х часовик, где у нас был дневной. В принципе, особо ничего не поменялось. Теперь у нас минус 2%. И график депозита примерно такой же. Давайте какой-то еще промпт придумаем, только уже с другой стратегией. И протестируем, как дипсик его перенесет в код. Значит, делаем запрос. Указываем цель, что нам нужно протестировать... Ну, не аэросети я написал, но в нашем случае дипсик. Для написания более сложного промпта по запросу торговой стратегии. И теста на TradingView. Я указал наш предыдущий промпт и указал, что новый должен быть более подробный, более сложный, что ли. А давайте включим дипсик и протестируем так. Я создал новый чат специально для этого запроса. И в нашем предыдущем чате продолжим писать торговые стратегии. Итак, дипсик написал нам торговую стратегию. Видим, что она расписана гораздо подробнее, нежели наш предыдущий вариант. И также дипсик здесь написал, что ответ сгенерированный ИИ и не является профессиональным советом. Но это, видимо, чтобы мы не потеряли деньги на этой торговой стратегии. Давайте попробуем скопировать это и выслать нашему второму дипсику в наш предыдущий чат, чтобы он написал уже конкретно код по этой стратегии. Просто просим написать код. Включено глубокое мышление. И просто ждем. Итак, мы получили код. Он довольно большой, если сравнивать с нашим предыдущим. Давайте попробуем скопировать и также вставим его в 135 строк у нас кода. Так, видим какую-то ошибочку. Давайте сделаем скриншот и укажем дипсик, что у нас есть ошибка. Говорим, что у нас есть ошибка в строке 33. Указываем ошибку и посмотрим, как дипсик ее исправит. Как дипсик вроде бы исправил ошибку. Давайте проверим это. Так, предыдущие ошибки пропали, но у нас остались новые. Они находятся в конце, поэтому, возможно, это уже последние. Давайте скопируем их и укажем также дипсик. Так, дипсик заменил эти две строчки. Дипсик заменил эти две строки с ошибками. Давайте проверим. Просто заменил функцию hline на plot. Давайте проверим. Также у нас остались какие-то предупреждения, но сейчас проверим без них. Посмотрим, что будет. Здесь ошибка указалась, что мы неправильно указали формат. И это вроде бы вот здесь. То есть торговая сессия у нас указывается в этой строке. Давайте посмотрим, у нас где-то еще это используется. Да. И как раз таки тут предупреждение. Сейчас попробуем исправить это. Я отправил скриншот. С нашей ошибкой указал, где у нас указано предупреждение, связанное также со временем. И указал строчку, в которой, как я думаю, есть ошибка. Давайте здесь исправим строку. И, как я понял, дипсик поменял также этот код. Да, просто вставим новый код. И предупреждение пропало. Хорошо, давайте попробуем протестировать. Также какая-то ошибка. ГМТ-5. То есть ошибка, она связана со временем. Конкретно с часовым поясом. Дипсик не справился с такой торговой стратегией. И конкретно ошибка возникла вот все же со временем. То есть я вот снова указал эту ошибку. И он просто вернул наш первый самый вариант. Который также вызывает ошибку. Поэтому давайте попробуем брать часть кода, связанную со временем. Например, в том же питоне все действия со временем сделать довольно легко. И также там можно тестировать стратегии. Но в Pinescript, так как мы не программисты на Pinescript, я сам язык этот не знаю. Мне довольно сложно сейчас сказать, можно ли там это легко тестировать или нет. Или в чем ошибка конкретно. Поэтому Дипсик не справился с этим. Мы убираем это из нашей торговой стратегии. Попробуем без этого. Также пока Дипсик дает нам ответ с новым кодом. Напомню, что у нас скоро уже начинается обучение. Программирование на питоне конкретно. Не на Pinescript. Там такого блока не будет. И мы конкретно будем программировать полностью с нуля. Во-первых, сначала разбирать рынки. Потом сам питон. Программирование обычное. И потом уже полноценно перейдем к написанию торговых проектов. То есть цель обучения полностью с нуля научить человека программировать торговые стратегии. В том числе и делать бэктесты. То есть блок с бэктестами у нас будет. Ну то есть тестирование стратегии на исторических данных. Дипсик уже написал нам ответ. Давайте возьмем. И попробуем протестировать его. Так, сразу ошибок вроде бы нету. Только предупреждение. Давайте попробуем нанести на график. Код прошел, скомпилировался. Но у нас нету сделок. Потому что, видимо, очень жесткие требования. То есть у нас там 3 ЕМА. То есть очень много индикаторов. Да, как видим. Код скомпилировался. И дипсик справился, в принципе, с задачей. Но промпт, который выдал тот же дипсик из другого чата. Он довольно жестким оказался. То есть эта стратегия довольно сложная. И дипсик ее все-таки прописал. То есть 130 строк. Он справился. Но слишком жесткие требования к авкоду. В итоге привели к тому, что у нас вообще нету входов в стратегии. Поэтому, в принципе, дипсик отработал хорошо. Если не считать написанного слишком жесткого промпта. Ну и то есть таким методом с нейросетями вы можете превращать текст в код на пайнскрипте. Тестировать на истории. Если торговая стратегия оказалась прибыльной, как, например, наша первая торговая стратегия из видео. И после того, как вы ее протестируете, оптимизируете с различными параметрами, стоп-лоссами, тейками, вы можете обратиться к нашей команде. И мы уже полноценно напишем торгового робота на питоне. Который будет торговать по определенным парам, по всем парам, с какими хотите параметрами. Также есть возможность оптимизировать программно вашу торговую стратегию. То есть автоматически подобрать параметры индикаторов, тейк-профитов, стоп-лоссов для оптимизации вашей стратегии. Это все можно делать программно, не нужно перебирать все руками. Под видео все контакты, вы можете связаться со мной в Telegram, и мы с вами обсудим вашу цель. Вы также можете написать какую-то интересную торговую стратегию в комментарии, и я ее также опробую с DeepSeek на видео, и посмотрим, насколько она хороша. И также буду рад, если вы напишите какие-то идеи в комментарии, или просто фидбэк, или благодарность за видео. Ваши комментарии очень помогают продвижению видео. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока.